Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Радио Эхо Москвы. Не буду зачитывать, но понятно направление, что интересует слушателей. Например, история вокруг СПС. Сегодня сразу несколько было бесед в Следственном комитете, и Борис Немцов приходил, и Мария Гайдар, до этого был Гозман допрошен. Как Вы считаете, что это вообще такое происходит? Это все из-за Навального? — Во-первых, Тань, если Вы помните, в декабре, 9 декабря 2007 года «Фернолни Таймс» опубликовал материал «Черная касса Кремля», за подписью, которую сделала Наташа Морари. После чего ее не впустили в страну. Это был материал ровно о том, как у СПС украдены были деньги из компании. Мы подробно рассказывали о том, как это произошло. Это был не Навальный, это был не Гозман, это был не Немцов, это был не Белых, а украли деньги в Кремле. А ровно поэтому потом 4 года и 3 месяца Наташу не пускали в Москву, в страну. Это, во-первых. Поэтому просто, если Вы поднимете подшивку, то Вы эту историю с деньгами СПС прочитаете. Второе. Понятно совершенно, что Следственный комитет хаотичный и ищет хоть какой-то компромат на Навального. Понятно, что в деле Киры Флеса ничего нет вовсе. Что в деле против родителей и брата Олега Навального ничего нет вовсе. Что в деле с этим приватизацией спиртового завода они наконец обнаружили, что именно Навальный остановил первый раз приватизацию этого самого спиртзавода. Теперь они пытаются придумать что-то с СПС. При этом, заметьте, потерпевших нет. СПС нигде не заявляла, что компания Навального, я не помню, как она называлась, чего-нибудь украла. Это идет хаотический поиск хоть какого-то компромата на Навального. Поскольку эти люди живут в презумпции, что все вокруг воры, они не могут себе представить, что на Навального нельзя ничего найти. Вот они себе этого не могут представить. Эти четыре уголовных дела, мне кажется, должны согражданам служить ярким доказательством того, что Навальный честный человек. Как ни копает, ничего не получается. Да куда они дойдут-то в итоге? Что они, Чубайса будут вызывать? Ну, я не знаю, будут они вызывать Чубайса или нет. Насколько я помню, в это время Чубайс уже имел весьма посредственное отношение к СПС. Я думаю, что они будут пытаться всеми силами, ну, хоть что-то найти, потому что задача поставлена посадить Навального. Но вот для этого надо, ну, хоть что-то, ну, хоть что-то на него найти, а не получается. И чем дальше они копаются во всей этой истории со всеми этими делами, чем дальше они убеждают сограждан в том, что, еще раз повторю, Навальный человек честный. Но история с вторым процессом по делу Михаила Ходорковского показывает, что, в общем, если хотят посадить, сажают. Это-то безусловно. Это безусловно. Но вы не забываете, что Ходорковский человек, прежде всего, из 90-х, что за ним вся история очень, так сказать, непростого бизнеса 90-х годов, репутация олигарха и так далее, да? Поэтому я как раз только про второй процесс говорю, не про первый. Вы понимаете, в чем происходит перенос? Среднестатистический человек так внимательно за делом не следит, как мы. Он следит, потому что ему рассказывают первый и второй канал. Первый и второй канал у Стами Путина Владимировича ему говорил, сообщал о том, что у Ходорковского кровь на руках, как мы знаем, нигде не было этого, ни одного фактического подтверждения. Он у Стами Владимировича Путина сообщал, что вор должен сидеть в тюрьме. Это то, что слышал среднестатистический человек. И это, хотя после второго процесса самым серьезным образом отношение к Ходорковскому изменилось, и тем не менее, вот когда вам каждые пять минут рассказывают, что это вор, что у него кровь на руках, что он олигарх, и вообще все самое плохое называется словом Ходорковский, то это откладывается в голове. А Навальный не олигарх, Навальный никогда ничего, никакую госсобственность не приватизировал, нефтяного колодца у него нет. Банка у него нет, и он занимается борьбой с коррупцией. То есть, в общем, будет тут сложнее все. Но это ведь вопрос в том, насколько наши власти занимают вопрос репутации. Мне иногда кажется, что Путин настолько закусил у дела, что его уже ничего не волнует, а не, знаете, потому анекдот, а все равно ничего не получается. Вы знаете, по поводу вопроса репутации наших властей, не очень понятно, если мы посмотрим на те законы, которые принимаются в последнее время, это все более странно и все более страшно, и совсем непонятно, о какой репутации здесь вообще может идти речь. Мне кажется, что это идет прежде вопрос о том, что есть определенная неадекватность. Адекватность, неадекватность связана с тем, что люди, принимающие решения, совершенно оторвались от земли. У них нет никакого фидбэка. Они не знают, на самом деле, что происходит, как происходит. Они все время пытаются забывать расположение самых необразованных, самых низших слоев населения, которое по той самой знаменитой формуле российского телевидения «people хавает». Вот они рассчитывают именно на это. Нам, к сожалению, сейчас надо будет уходить на перерыв. Это очень важная, на самом деле, тема, которую мне хотелось бы продолжить. Мы обязательно ее продолжим, потому что возникает вопрос, может ли кто-то вернуть на землю этих оторвавшихся от нее людей. Оставайтесь с нами. Программа «Особое мнение» с Евгением Альбац продолжится. Все еще будет? Я потом тебе шепну на ушко. Чего? Нет, нет, это лично. Окей. Меня не по работе. Все чисто операторские. Я все время стою. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артемияй» представляют программу «Особое мнение». Продолжается особое мнение из Евгения Альбац. Так вот про людей, которые оторвались полностью от реальности. Возможно ли их вернуть туда или нет? Вы знаете, к сожалению, у меня, даже если хотите, несколько более мрачное представление об этом. Дело не только в людях, которые вносят все эти страшные и неадекватные законы в Государственную Думу. Понятно, что парламента не существует окончательно после того, как те же самые фракции, которые голосовали год назад за возвращение выборов губернаторов, теперь это дело благополучно отменили. Понятно, что все эти законы, что на самом деле законы принимаются в том же самом Кремле. Вот закон о, то что коротко принято называть антигеевский закон, да, или закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который перенят в первом чтении, меня поразила неадекватность не только власти, которая это внесла в закон, я об этом отдельно скажу, но и реакции целого ряда людей, которые принято считать интеллигентными, прогрессивными и так далее. Вот я несколько раз и не один раз читала в том же Твиттере, в Фейсбуке, я гомофоб, но я против этого закона. Вот представьте, вместо слова гомофоб мы поставим слово «я антисемит» или «я не люблю ниггеров, но не считаю возможным запрещать им голосовать». Вот какую бы реакцию вызвали бы у нас эти люди? Мы бы подумали бы, что этим людям, мама с папой, что-то очень важного не сказали, книжек они не прочитали, они считают, даже если. Есть масса людей расистов, есть масса людей, которые не любят представителей той или иной религии или той или иной национальности, кто беззастенчиво употребляет слово «кавказцы», не очень понимая, что на самом деле это люди, которые представляющие разные народы, разные национальности и так далее. Неважно, есть представление о том, что приличный человек некоторые вещи вслух не произносит. Это то, что и называется политической корректностью или толерантностью. Это то, что совершенно необходимо для общества, чтобы это общество бесконечно не было друг с другом на ножах. Только можно я уточню? Он эти вещи вслух не произносит, при этом основаясь внутри таким же гомофобом, расистом, антисемитом? Он как-то признается самому себе и старается бороться. Знаете, я не люблю влезать в то, что догадываться, что человек внутри себя думает. Меня, честно говоря, значительно больше заботит то, что человек выдает вовне. И когда это известный человек, который в Твиттере пишет «я гомофоб, но я против закона», то меня берет отторопи. Это первое. Второе, конечно, все эти дебаты по антигеевскому закону, это такой тест на интеллигентность и на способность воспринимать чужих. Вот мы в журнале опубликовали не только дневник подростка о том, как он узнал, что он гомосексуал, через что он проходит. Эти люди проходят через чудовищные личные истории, и судьба многих из них очень сложная. Мы опубликовали, меня поразил этот материал Людмилы Улицкой, которая поразительно глубоко, оказывается, знает эту тему. Пишет о том, что ученые говорят сегодня, что следует говорить даже не о двух полах, а о четырех полах. Что происходит нарушение и на уровне хромосомном, и на уровне гормональном. Что это то, что науку уже давно доказано. Что число людей, которые выглядят как носители одного пола, а на самом деле по своей сексуальной ориентации от природы, являются носителями совершенно другого пола, это постоянное число. Это говорит о том, что то, что мы называем отклонение от нормы, это тоже норма. Это тоже норма. Понимаете, при этом, я понимаю, что у нас, поскольку у нас при советской власти были эти дикые статьи, называемые замужеложество, когда людей, гомосексуалистов отправляли в лагеря, и судьба их была безумно там тяжелая. Это, конечно, такое наследие советской власти. Но, еще раз повторяю, это люди, которые не похожи на большинство. И вот для интеллигентного человека не понимать, что мир замечательен именно своим разнообразием, что люди имеют право быть непохожими другими, чужими, что никто, ни государство, ни соседи, никто не имеет права влезать в постель других людей. Теперь вы посмотрите, вот этот закон о пропаганде среди несовершеннолетних гомосексуализма. Вот представьте себе, по улице идут два молодых человека, которые держатся за руку. Ну, очевидно, что, скорее, возможно, что они геи. Им навстречу идет, что с ними будет. Или лесбийская или геевская пара, у них родные или приемные дети, неважно, да? Что тоже совсем не редкость. Об этом Елена Коренева у нас в журнале пишет. Их что, будут сажать или их будут штрафовать за то, что у них в доме живут дети? Это вторая сторона вопроса. Теперь третья сторона вопроса. Вот представьте себе, мы все время говорим о дурном, о том, что у нас проблемы с инвестиционным климатом, что у нас деньги не идут в стране. Значит, в абсолютном большинстве больших корпораций мира, американских, европейских, есть записано, то, что называется affirmative action, записано, что корпорации принимают людей на работу вне зависимости от пола, от сексуальной ориентации, от расы, от вероисповедания и так далее. Вот представьте себе, вот эти большие корпорации, которые уже работают в России, или которые думают, чтобы сюда приходить. Вот для них вот это принятие, вот это то, что в первом чтении охотный ряд совсем, так сказать, с ментальностью ровно охотного ряда погромной принимает такой закон, они 10 раз подумают, секундочку, а у нас есть гомосексуалы, а если мы в России решим взять на работу гомосексуала, лесбиянку или гея, то как быть? Объясните мне тогда вот что, как вы понимаете мотивацию Госдумы или власти, если мы говорим о том, что Госдума не самостоятельна? Неадекватность. Абсолютная неадекватность. Абсолютная, понимаете, у власти находятся глубоко провинциальные люди, которые плохо себя представляют мир вокруг, которые привыкли получать информацию из шифровок. И которые в общем, и поэтому вот то, что мир очень разный, многообразный, то, что он за последние 50 лет кардинальным образом изменился, в том числе и в вопросе толерантности, потому что мир понял, страны поняли, что вот эта толерантность самая разная, толерантность к людям другой сексуальной ориентации, к другим взглядам, другой религии, другой национальности, да, другой расы, это необходимая вещь, чтобы мир не погрузился в очередную пучину войны. Вот посмотрите, мало мы видим, что происходит в Сирии, что погромы, бесконечные погромы коптов, древних христиан в Египте, это же, вот это то, что результат вот этих жестких режимов, которые бесконечно натравливали одних на других, которые бесконечно делали из непохожих врагов, вот ровно это делается и здесь. Понимаете, надо же все время на кого-то переводить стрелки, но там были плохие евреи, потом их заменили плохими чеченцами, теперь чеченцы... Американцы плохие. Потом плохие американцы, да, но все время надо находить нового врага. Вот это поезд бесконечных врагов. Это проще всего объединить народ. А? Это проще всего для объединения народа. Я не убеждена, это все-таки для очень примитивного... Для очень примитивного... Вы заметьте, что то, что происходит у нас с антигейовскими законами, это происходит только еще в самых, в самых неразвитых африканских странах и в странах Арабского Востока. Понимаете, вот... Но главное, меня что поражает? Как же... Как же ребята не понимают, что вы не можете одновременно заявлять, что вы хотите построить здесь международный финансовый центр или школу в Сколково, там, научный городок в Сколково, и одновременно принимать такие законы. Это невозможно для приличных людей. Неважно, сами они геи или не геи, это абсолютно неважно. Но работать в стране, где принимаются антигейовские законы, они откажутся, потому что их заклюют везде и вокруг. Закон, казалось бы, вот этот идиотский антимагнитский закон, который называется там закон Димы Яковлева, да, ведь это же... Я сегодня как раз мне человек, который был в Давосе, рассказывал о том, что был закрытый брифинг, встреча Медведева с руководителями крупных корпораций. И один из тех, кто работает в России, да, вот там сказал, что там презентовались данные, как хорошо отзываются о бизнесе в России инвесторы, которые давно пришли, вот, супротив тех, кто собирается приходить, которые представляют очень плохой прогноз для инвестиций в Россию. И этот глава крупной корпорации, когда Медведев огласил эти данные, сказал, что, вы знаете, это было 6 недель назад, то, что вы называете цифры, потому что после принятия антисиротского закона ситуация кардинальным образом изменилась. Это вызвало такую отторопь, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, да, где теперь каждый конгрессмен, которому пишут те родители, которые не смогли усыновить детей, с которыми они уже познакомились в России, да, каждый конгрессмен знает про это. Что для любой, у каждой корпорации, особенно те, которые публично торгуются на бирже, у них есть советы директоров, да, вот когда-то они будут приходить в советы, не только не в этом, вот они приходят к своим советам директоров, говорят, ну вот мы можем в России тут заработать хорошую прибыль. Но дело в том, что в бизнесе огромную роль играет репутация. И когда Совет Директоров скажет, что, куда, они принимают антигеевские законы, антисиротские законы, вот же, понимаете, ну нельзя одновременно говорить о удалучении инвестиционного климата и принимать такие законы. Давайте про судебные истории, коих произошло немало за эти двое суток. Вчера госпожу Сметану освободили под подписку о невыезде, при этом ей предоставили госзащиту, в то же время господина Закутайла сегодня оставили под стражей, ему продлили арест, таким образом два фигуранта дела оборонсервиса вот так немного разошлись. Тем не менее, как вы считаете, то, что вчера Сметанова вышла под подписку о невыезде, может ли говорить о том, что все-таки дело как-то разваливается или нет? Нет, я думаю, что со Сметановой это не совсем так, насколько я знаю, поскольку мы делали с ней интервью в СИЗО, ну, естественно, Зоя Светова это делала, и Зоя много занималась Световой этим делом. Дело в том, что она пошла на сделку со следствием, от нее требовали показания на госпожу Васильеву, и, насколько я понимаю, она эти показания дала. И ее сотрудничество со следствием, вероятно, было таково, что ее отблагодарили тем, что ее выпустили из Лефорта. От кого ее будут защищать, как вы считаете? Ну, поскольку мы понимаем, что уровень коррупции в Министерстве обороны за пределами добра и зла был, есть, я уже не знаю, насколько будет, то, наверное, там очень много заинтересованных лиц, очень много участников, поэтому я думаю, что давая показания, в том числе на Васильеву, Сметанова ставит себя в несколько рискованное положение. А до Сердяков все-таки доберутся или на Васильевой остановятся? Я думаю, что Сердякова не посадят, мне кажется. Он все время проходит исключительно как свидетель, и, судя по всему, поскольку никакой информации от него, ни от его отогрева не идет, он себя чувствует вполне безопасно. Сейчас сделаем перерыв через три минуты про дело экс-полковника Квачкова. Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает главный редактор New Times Евгений Альбац. Давайте несколько слов про дело бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова. Сегодня он выступал с последним словом, но не довыступал, потому что суд лишил его слова после того, как он на протяжении полутора часов рассказывал на заседании, цитируя еврейской оккупации, о праве на восстание, о своем отношении к президенту Путину, премьеру Медведеву и к патриарху Кириллу. Завтра будет решено, когда будет выносить приговор. Напомню, что обвинение просит для него 14 лет лишения свободы. Как Вы считаете, чем дело закончится в этой громкой ситуации? Ну, я не хочу гадать. Судя по тому, что Квачкова держит уже столько времени в тюрьме, его закроют, закроют надолго. Вокруг этого дела очень много ходит слухов, и непонятно, что в действительности они собирались делать. То есть существовал некий заговор отставных офицеров, в том числе офицеров ГРУ, которые, во всяком случае, в общении, которое было зафиксировано подслушивающими устройствами ФСБ, говорили о том, что они поднимут, по-моему, в Коврове, если мне память не изменяет, полк, который пойдет на Москву. Как они собирались, мы очень подробно про отдел писали, по-моему, сейчас должны повесить на сайт New Times материал об этом. Как они могли, собственно, кто им позволил бы дойти до Москвы, какая танковая колонна должна была идти. Все это выглядит, как немножко такие фантазии. Но очевидно совершенно, что Квачков, который человек совершенно одержимый, как мне кажется, не совсем здоровый, в том числе психически, собрал вокруг себя некоторое количество отставников, которые готовы были, во всяком случае, декларировать, что они это оккупационную, жидовскую, там еще какую, власть снесут. Насколько я понимаю, один из тех, один из ключевых людей Квачкова, там вообще, на самом деле, какая-то очень небольшая группа людей, собственно, и признался на допросах в ФСБ о их планах, о том, что вот они ездили, значит, или собирались ездить по дивизионам и, значит, и полкам, и пытаться поднимать народ. Мне кажется, что в этом большая доля не реальных действий, да, а неких деклараций, которые, тем не менее, поскольку сам Квачков грушник, и вокруг него группировалось достаточно людей из ГРУ, а это серьезная, во всяком случае, при советской власти серьезная была организация военных контрразведчиков, власть, конечно, очень напугалась, поскольку отношения в армии до, может быть, до последнего времени, когда стали очень серьезно повышать зарплаты и давать квартиры и так далее, отношения в армии к власти было весьма отрицательное. Так напугались, что все эти годы держат его в тюрьме? Я думаю, что власть, во-первых, вы не забывайте, КГБ всегда для этого, собственно, существовало и существует третье главное управление, тогда это называлось третье главное управление КГБ СССР, военная контрразведка, которая следила за генеральным штабом, за министерством обороны и за ГРУ. Их неслучайно называли ближние и дальние соседи, да? Грушники были дальними соседями. Всегда была не только конкуренция с ГРУ, которая добывала военные секреты, тогда как КГБ главным образом подслушивало, подглядывало, кто с кем спит. Но, во-первых, была всегда конкуренция, во-вторых, был страх, потому что в ГРУ были специально обученные люди, которые, как тот же самый Квачков, хорошо знают подрывное дело, которые были в Афганистане, которые прошли не только через Афганистан, мы же участвовали, Советский Союз участвовал во многих горячих точках, в войнах и в Анголии, и в других странах, и в странах Латинской Америки, и так далее. Опыт боевых операций, особенно подрывных и террористических операций, у людей, которые служили, в том числе в ГРУ, очень большой. И есть страх перед этими людьми, которые гипотетически могут раскачать людей в погонах. Мне кажется, что это завышенный страх, потому что всегда армия находилась под жестким приглядом особистов, и какая-либо инициатива со времен Жукова подавлялась самым жестким образом. Но, тем не менее, опасение, что люди с опытом ГРУ могут что-то такое придумать там у стен кроме Кремля, я понимаю, что Путин их боится. История с 31-й больницей в Петербурге. Очень громкий был скандал, были митинги, выступления не только в Петербурге, но и в Москве. Сегодня поставлена точка в этом. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сказал, что не будет никакого переноса. Вопрос с 31-й больницей закрыт полностью. Для судей будет отдельная клиника, причем смогут там лечиться не только судьи, но и сами горожане. Что это? Результат вот этих массовых выступлений? Вы знаете, что, опять же, я сошлюсь на журнале «Таймс», где мы опубликовали дневники Григория Паскрякова. И мне кажется, что это вот как раз опыт, очень положительный опыт гражданского сопротивления. Вообще, это очень хорошая история в том смысле, что люди сумели объединиться, организоваться, и не только в Питере. Москвичи очень в этом активно были задействованы. И точно дали понять российской власти, питерской власти, что отъем 31-й больницы или попытка вычленить оттуда одно отделение, а там, так насколько я понимаю, весь смысл заключался в том, что вот именно комплексно, да, что там нельзя раздраконить. Уникальность состояла в том, что они были все вместе. Совершенно верно. И вот как раз Паскряков, мне кажется, это очень интересно, он пишет о том, как они боролись, как они собирали подписи, как они продумывали технологию. Ну, то есть... Это один из тех опытов сопротивления, да. Вопрос от нашего слушателя Михаила. Недавно был опубликован рейтинг стабильности российских регионов. Там на первом месте, напомню, Мордовия. Спрашивает он, можно ли сделать вывод о том, что чем ниже доходы населения в регионе, тем выше его социально-политическая стабильность. Нет, я думаю, что надо сделать другой вывод. Мордовия – это центр ГУЛАГа. И Мордовия – это республика, в которой находится большое количество исправительно-трудовых колоний. Поэтому, вероятно, там, где вахра и колючая проволока, там стабильность. Это замечательный совершенно показатель. Я напомню вам, что самый низкий уровень преступности был при товарище Сталине, когда одна часть страны сидела, а вторая ее охраняла. Вот. Так что это, конечно, показатель стабильности, как продукция колючей проволоки и вахры. Другой вопрос, что эта стабильность ничего не способна ни изобрести, ни произвести. Там вот сейчас находится Надежда Толоконникова. Она в интервью, замечательном интервью, которое дала Елене Масюк из «Новой газеты», пишет о том, как у них бесконечно, значит, они шьют и прошивают себе пальцы. Это вообще само по себе 21 век. А политические сидят и, значит, шьют какие-то там всякие вещи, при этом прошивают себе пальцы. Ну вот. Она же сидит как раз в Мордовии. Это же, ну как, ну, потьма. Это же столица ГУЛАГа, это знаменитая потьма. Так что это смешно, да. То есть, и, соответственно, то, что Москва и Московская область в рейтинге оказались на 57-59 местах, говорит о том, что здесь посвободнее. Здесь говорит о том, что здесь пока нет колючей проволоки. Ровно об этом. Это, конечно, очень смешно. Это ужасно смешно, что столица ГУЛАГа лидирует в рейтинге стабильности. Вот, ребята, что такое стабильность? Вахра и колючая проволока. В самом конце рейтинга Северный Кавказ и даже Чечня. Ну, конечно, но что вы хотите? Это Северный Кавказ, где... Это самый мирный регион. Нам уже рассказывали. Ну, нам могут рассказывать что угодно, но мы же читаем бесконечные сообщения о том, как на этом блокпосте постреляли, на другом взорвали, в третьем убили. На самом деле Чечня, Ингушетия, Дагестан это все связанные между собой территории, а не только на географической карте раздельные. На самом деле ситуация там очень тяжелая. Но там нет колючей проволоки, но есть... Там колючей проволоки обнесена просто вся территория. Просто вся территория обнесена. Да, да, да. Вероятно, не помогает для стабильности, когда вокруг целого региона колючая проволока. Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Евгений Альбатс, главный редактор журнала «Нью Таймс». Если хотите прочитать этот эфир, то добро пожаловать на сайт «Техо Москвы». Эфир вела Татьяна Фельгенгауру. Всем счастливо. Спасибо. Внимание. Про Мордомию мне очень нравится. Я сегодня...